Все должны быть привиты, и чтобы не заражать своих близких, всех родственников, так что прививайтесь. Пожарной 300-й пожарной части Александр Сопронов решил больше не рисковать своим здоровьем и здоровьем коллег. Явился на вакцинацию. Идти долго не пришлось. Бригада медработников в Медвежье-Озерской поликлинике Щелковской областной больнице развернула мобильный пункт прямо на территории части. Перед прививкой медосмотр. Для спасателей, которые и так отличаются отменным здоровьем, этот этап тоже обязательный. Прививались как молодые, так и сотрудники со стажем. У спутника ВИИ минимум противопоказаний. Видите, нормально. Настроение хорошее. Все четко. Готовились как-то к вакцинации? Да нет, никак не готовились. Нет, да? Все в штатном режиме. Пришли, укололись, пошли дальше работать. Все хорошо, спасибо докторам. Многие прививались с семьями. Олег Окружнов привел на пункт супругу Олесю и считает этот шаг важным моментом. Последовала за примером мужа. Корпорально-психологическое поддержку делу. Мы же семья. Олег привился в числе первых в апреле во время выездной вакцинации в администрации Щелково и теперь поделится своими впечатлениями. На тот момент мы находились на дежурных сонках и вполне неплохо перелись. Второй этап я делал самостоятельно. У прививочного кабинета в своей очереди ожидали спасатели, пожарные, начальники караулов, командир отделений, представитель аппарата управления. Рост заболеваний на территории Московской области и городского круга Щелково. Поэтому при поддержке администрации городского круга Щелково нам оказали содействие, вызвали бригаду для проведения вакцинации. Я возглавил эту бригаду на вакцинацию первую. Они посмотрели, что ничего такого нет, что мы все живые, здоровые. Все слухи, которые сейчас идут по поводу этих прививок, это все неоправдано. Планируем привить 48 человек, привезли вакцины, 50 доз. Минимальные условия созданы. Вакцина в специальном морозильнике, соблюдается холодовая цепь. Через три недели медицинская бригада приедет в пожарную часть снова, но уже со вторым компонентом. Субтитры создавал DimaTorzok